Вот это многое вместе взято, и, конечно же, я думаю, что уже и число систем «Патриотс», систем противовоздушной обороны уже больше, чем это было, допустим, полтора-два месяца назад. Система «Айсис» тоже немецкого производства, новые виды систем противовоздушной обороны имеются в Украине, хотя все еще недостаточно, и, тем не менее, я думаю, все на подходе, все в движении. И, конечно же, самолеты. Без воздуха ни о каком контрнаступлении не может быть и речи. Господин Пинкус, я позволю себе привести цитату Владимира Зеленского как раз по этой теме. Когда он говорил о контрнаступлении, президент Украины сказал, что у нас все еще нет самолетов, именно поэтому контрнаступление Украины будет стоить нам больших жертв среди солдат. И так и описал, говорит, мол, ну представьте, что чувствует военнослужащий, когда он понимает, что у него нет прикрытия с воздуха. Абсолютно. Абсолютно. Знаете, вот тайфуны, я не знаю, вот я уже имею одну информацию интереснейшую, о том, что тайфуны, это британские самолеты, они уже имеются в Украине, но не в достаточном количестве, но они уже есть, там единицы, там несколько их. Вот. И F-16 уже будут поставляться, или если уже не поставлены, из стран, членов НАТО, европейских стран. То есть они не будут... Господин Пинкус, кстати, друзья, в этом плане точно можно доверять, потому что в одной из бесед на YouTube-канале Дмитрий Гордон, когда господин Пинкус спросил, у меня знаю ли я, сколько систем Патриот уже находятся в Украине, я ответил, что официально не одной. И вы тогда, господин Пинкус, сказали, нет, нет, вы ошибаетесь, они уже здесь. И буквально через несколько дней после нашего с вами разговора было заявлено о том, что официально, что Патриоты находятся в Украине. Так что, друзья, словам Вариса Пинкуса в этом плане я бы доверял. Спасибо большое. Но я пытаюсь быть осторожным. Может быть, я и не всегда точен на 100%, потому что я не беру с воздуха. Я пользуюсь информацией тех, кому я доверяю. Это политики, это аналитики, они тоже могут ошибаться, прямо надо сказать. А иногда, я обращаю ваше внимание, специально выбрасывается дезинформация. Она рассчитана не на сторонников или друзей Украины, она рассчитана на как раз-таки врагов. Потому что любая война – это обман, прежде всего. Там нет справедливости. Там обман, ложь. Цель – достижение тех задач, решение тех задач, которые были поставлены. Не брезгуя ничем. Вот как это делают фашисты, сегодняшние варвары 21 века. Вот в этом вся проблема. Поэтому я, возвращаясь к контрнаступлению, хочу сказать, что есть интересные новинки в СССР. Например, вот сегодня, готовясь к контрнаступлению, имея в своих рядах чалленджеры, это потрясающие танки, они сегодня просто вынуждены в СССР. Это идеи инженеров Украины были приспособить к этим чалленджерам, к танкам такие, знаете, отвалы, специальные отвалы для того, чтобы преодолевать, знаете, барьеры, которые русские успели создать на протяжении более чем 700 километров. Готовясь к контрнаступлению, российские войска смогли обеспечить оборону. Причем завалив линию фронта более чем на 700 километров от Херсона до Донбасса, вот этими, знаете, отвалами, специальными бетонными барьерами, но они были бы большим препятствием для танков. Вот с этой целью к танкам приспособили вот эти вот, знаете, вот специальные отвалы, которые могли бы, и таким образом у танкизов сегодня две задачи. С одной стороны сбрасывать или выводить из путей своих движений вперед вот эти отвалы, препятствия этими отвалами, а с другой стороны уже применять свои навыки танкистов, стрелять там, проводить наблюдения, передавать информацию и так далее. Вот это новинка сегодня. И вот это предусмотрено сегодня и британцы, и вместе с украинскими инженерами, они усердно поработали над этим, чтобы можно было бы быстренько перейти в контрнаступление без создания проблем для пехоты, которая идет сзади. Вот это было очень важно. И, конечно же, мины. Как преодолевать мины? Я вам приведу пример. По данным одного институтов американских, сегодня оккупанты буквально завалили более 30% территории, оккупированной территории минами. Причем мины встречаются везде. Мало того, каждая третья мина брошенная, она не взрывается, так русские солдаты, они специально забрасывали мины в местах, где только можно. В жилых домах, в подвалах, в песочницах, где дети играют, в холодильниках, в стиральных машинах. Вы представляете? Да, это не фигура речи для наших зрителей, просто скажу. Это не фигура речи. Действительно, случаи документировались и прокуратурой украинской о том, что оккупанты действительно минировали даже стиральные машины. Такие случаи были, и были случаи, когда люди были ранены от этого. И, по их данным, сегодня понадобится 7 лет, чтобы закончить разминирование. А что происходит сегодня на полях, сельскохозяйственных полях? Ведь когда где-то идет посев, где-то сборка урожая, нет-нет, да взрывы происходят. Вы понимаете? А теперь представьте себе, что российская армия, предвидя контрнаступление, какие меры она предпринимает, чтобы остановить контрнаступление. Кроме естественных таких преград, которые Россия создает, российские войска создают, так они еще минируют. Так вот, оказывается, у нас есть уже новые виды бронемашин противоминных. Их не берут миной. Вот это очень важно. Причем эти машины будут идти вслед первыми там, где это возможно. Окей? Где нет преград, прокладывая дорогу пехоте. И, с другой стороны, вот эти вот танки с отвалами, которые могут способствовать, помогать освобождению пути для пехоты, которая идет следом. Это наземное. Теперь воздушное, что касается воздушных, то сегодня, когда на Украину направлены три вида ракет, это из «Искандеров» наземных систем, это ракеты, такие знаменитые, это «Калибры», которые летят с морской акватории, и кинжалы самолетов украинских, российских, Су-34, Су-35. Так вот, одним из главных противодействий против подобного рода ракет, конечно же, Ф-16. Вот это очень важно. И я не сомневаюсь, что президент Зеленский бы никогда не сказал, что ВСУ готово к контрнаступлению, если бы в наличии не было хотя бы с десятка Ф-16. Я думаю, они уже есть. Я думаю так. Так должно быть. Иначе я не думаю, что Зеленский мог бы без одобрения, допустим, и нашего генерала Остина, к примеру, сказать это. Он бы не мог. Потому что они координируют очень близко, согласовывают все действия. И я думаю, что сегодня такая атмосфера, когда никто пока за пределами Офиса президента Зеленского не знает, какое будет направление решающее в контрнаступлении и какой силой. Вот это еще никто не знает. Мы узнаем очень скоро. А может быть, не будет этого. Вот такая вот, знаете, вот вялотекучая контратака, которая имеет место, знаете, вот в проявлении взрывов, атак, дронов. А война дронов идет сегодня на самом первом месте. Она проявляется везде. Вот обратите внимание. В основном идут атаки дронами, так со стороны России тоже. Хотя и не российскими, вот этими иранскими, к сожалению, и Запад продолжает не обращать на это внимания. Стыд и позор, прежде всего, нам, американцам. Мы должны были заткнуть рот Ирану давно, атакуя все производства этих дронов на территории Ирана. Мы имеем право на это. Почему? Потому что Иран давно растоптал все санкции, которые ему предъявлялись. Он плевать хотел на тот статус, который ему придан, который называется спонсор терроризма. Ну и что? Ну и дали мы этот статус. А дальше? А Иран как хотел, так и живет. Производит эти дроны, производит ракеты. Иран уже смог, знаете, напичкать свой полуфабрикат к тому, чтобы подготовить атомную бомбу. И очень скоро он это сделает. Там, говорят, уже процент насыщения урана достиг 84-85%. То есть до 90 осталось считанные недели, две. А что потом? Тем более, что Иран настолько агрессивен сегодня, что он за последние два года 15 танкеров под международными флагами он или атаковал, или арестовывал. За последние буквально две-три недели он три танкера арестовал. А где реакция Запада? Где реакция Америки? Где наш американский 6-й флот? Мы наблюдаем, так говорит Байден. Да мне плевать на твое наблюдение. Надо действовать. Это все отражается на войне в Украине. Безнаказанность. Уверенность в том, что Запад избегает больших жертв, столкновений, эскалации. Это стало модным, популярным словом в устах западных политиков. А тем временем Украина теряет каждый день жизни. Не говорю уже об инфраструктуре. Сегодня потери Украины превосходят 1,2 триллиона долларов. Не верьте тем, больше, чем полтриллиона они называют. 600 миллиардов там с лишним. Это не верьте, это неправда. Более 1 триллиона. Я не говорю о том, что жизнь каждого украинца, она должна быть оплачена. Вот как Германия платит по сей день, так со времен войны, так и Россия будет платить. Поэтому сегодня в контрнаступлении, когда речь заходит, кстати, об этом сегодня буквально час назад говорил Джек Салаван в интервью CNN. Передача CNN была именно посвящена интервью Джека Салавану о том, как готовится к контрнаступлению в Украине. Ну, зная, что Салаван тоже заражен синдромом Макрона, который за то, чтобы не эскалировать, чтобы избегать конфронтации двух ядерных держав, то есть избежать лобового столкновения России с Америкой. Он, вот так вот придерживаясь вот этой идеи, сегодня все-таки, все-таки надо отдать должное, говорил о том, что мы будем следовать только желаниям украинского народа, как скажет президент Зеленский. Вот это отрадно, это очень важно. Потому что ему был задан вопрос, стоит ли сегодня уже остановить войну с тем, чтобы сберечь жизни тысячи-тысячи украинских граждан? На что он ответил, что все будет зависеть от успехов ВСУ. Вот как ВСУ будет действовать, мы будем следовать вот этому. А что касается мирных переговоров, они будут рано или поздно. И этого не отрицал и сам президент Зеленский, он это подчеркнул. Он коснулся, конечно, китайской программы, включающей 12 пунктов. Но отдать ему надо должное еще раз, он сказал, что из этих 12 пунктов достаточно первого пункта, где говорится о том, что границы любой страны, международно признанной, должны быть незыблемыми, неприкосновенными. Вот это он подчеркнул, это очень важно. И в целом был позитив в том, что Америка будет следовать желаниям украинского народа. Вот это очень важно. Понимаете? Это позитив на сегодняшний день. Господин Пингус, давайте в теме контрнаступления поставим троеточие. Для того, чтобы не пропустить новости, связанные с этой темой, обязательно подпишитесь на YouTube-канал Дмитрия Гордона, Лея Собацимана, в гостях у Гордона. Также ваши мысли, ожидания от украинской наступательной операции ждем в комментариях. Хотелось бы еще несколько тем затронуть. Вот Вашингтон-Пост публиковал материал, в котором широкий получил резонанс этот материал о том, что президент Байден, у него проснулся аппетит, цитирую, пересекать красные линии Путина. Ну, видим, да, изменение риторики. Вот АБФ-16, это тоже наглядный пример. Когда-то мы слышали, что такого не может быть, и не будут эти истребители переданы Украине. Однако видим продвижение в этих вопросах. Сейчас уже, насколько я понимаю, решается вопрос с Атаком. Байден сказал, что вопрос в игре, цитирую все еще. Но хотел бы все-таки про красные линии Путина. Действительно, уже даже сами россияне, даже на федеральных каналах, в каком-то юмористическом шоу, я недавно видел такую сценку у них, что там высмеивалось как раз то, что постоянно Россия говорит, это красная линия, только попробуй там сделать шаг. К нему делают шаг, а он говорит, ну попробуй еще раз только сделать шаг. Делают следующий шаг. Говорит, ну вот это вот точно последний. И вот эти красные линии, они постоянно действительно отдаляются. Сами россияне над этим смеются. Как вы считаете, какие действительно еще есть вот такие красные линии у Путина, которые вот, есть ли такие, которые он и правда там не может позволить перейти? Или уже никто не боится вот этих вот как раз его красных линий и ориентиров? Ну вот смотрите, с самого начала Путин обещал три дня, два-три дня, чтобы он захватит Киев. Неделю-две всю Украину. Я не говорю же о том, что он не раз напоминал, что как только будет атака территории России, так он примет такие меры, так угрожая, чем только он только угрожал, и ядерным оружием, и любым видом неконциального оружия. Все это говорилось. И, конечно же, этих красной линии давно не существует. Но самое главное, не то, что для Путина красной линии, а то, что для нас красной линии. И я считаю, что, слава богу, для Байдена уже красных линий, по-моему, уже нет. Уже не говорят об этом. Вы обратите внимание. В риторике и самого Байдена, и Блинкина, госсекретаря, и министра обороны Остина, и того же Диего Селлова, на советника по национальной безопасности, уже нет речи о красных линиях. Красные линии – это то, что скажет президент Зеленский. Все. Другого ориентира не должно быть. Мы должны идти следом, который прокладывает ВСУ, который прокладывает Зеленский как президент страны. Только так. И других разговоров не должно быть. То есть для меня, например, моего восприятия – нет красных линий. Забудь о красных линиях этого Путина, который тысячу раз говорил, и наоборот, у него сегодня головная боль от того, что происходит внутри самой России. У него появился новый второй фронт. Одним из фронтов до сих пор был побег россиян из России. По некоторым данным, одних только специалистов хай-тека уехало более 100 тысяч. По другим данным, более миллиона россиян уже покинули Россию. Таким образом, это была одна головная боль. Но когда сегодня уже атакуется и сама Москва, и другие регионы, Белград, допустим, там говорят и Ростов скоро будет, там и Воронеж, там что хотите. Сегодня можно ждать атак, где хотите. Вот это проблема у Путина. Как отвечать? Он не в состоянии. С одной стороны, он не может обеспечить живой даже силой свои войска в Украине, на что жаловался сам Пригожин. А с другой стороны, как обеспечить безопасность в регионах, которые находятся под атакой. Тем более, что Украина достигает все больше и больше успеха в разработке своих собственных видов дронов. Украина строго следует приказам Запада не использовать западные виды вооружения в атаках на Россию. Украина сказала, хорошо, не будем, но мы свое будем использовать. И не ваше это дело, потому что умирают наши жители, солдаты, молодежь, женщины, старики и дети. И правильно делает. Так должно быть. Понимаете? Поэтому честь и хвала украинскому народу, прежде всего ВСУ, которая достигает очень многого. И я думаю, что в ближайшие дни мы будем с вами свидетелями новых успехов. Я говорил и повторю еще раз. Очень скоро мы будем, буквально несколько месяцев, праздновать с вами победу. Полную победу. Вытворение варваров за границей 1991 года. Будем очень на это надеяться.